Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева и сегодня выпуски. Зарядись на лето! Все мероприятия минувших выходных можно объединить названием одного из них. У нового фонтана и яхт-клуба на празднике вальса и ярком карнавале энергии радости летнего отдыха наполняли большие и маленькие торжества. А теперь обо всем по порядку. 12 июня для жителей и гостей курорта по всему городу прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня России. Подробности в репортаже нашего корреспондента. Праздник начался на Театральной площади. В течение двух часов ребята, отдыхающие во Всероссийском детском центре «Смена», дарили зрителям яркие творческие номера и эмоции. В концерте принял участие и конкурсант из телепрограммы «Голос дети» Егор Пятницын. Для зрителей устроили настоящий фестиваль кино и мультипликации. Дети с удовольствием просмотрели мультфильм «Защитники». Два года мультипликаторы разрабатывали проект. В начале придумывается идея, потом пишутся сценарии, потом рисуются персонажи, потом они анимируются, озвучиваются, рендерятся и получается мультик. Надо быть очень творческим человеком и креативным, и позитивным, потому что мультики делают для детей, любить детей обязательно. Если не будешь любить детей, у тебя ничего не получится. Для любителей живой музыки у летней эстрады прошел концерт. Духовой оркестр под руководством Валерия Степанова радовала напчан и отдыхающих душевными композициями. Яркой и энергичной точкой в День России стал летний рок-фестиваль, участие в котором приняли как анапские коллективы, так и краснодарские и московские. Курорт детского и семейного отдыха «Анапа» распахнуло объятия гостям. В день открытия сезона на разных сценических площадках города проходили яркие и красочные фестивали, конкурсы и концерты. На театральной площади стартовал детский праздник «Солнце в улыбке». В день открытия сезона солнце порадовало анапчан и гостей курорта теплыми лучами и задало настроение на весь день. Недаром Анапа – самый солнечный город России. Более тысячи ребятишек разного возраста, в разноцветных майках лучших здравниц курорта, в танце рассказали о том, как они любят Анапу и ее ласковое море. Мы начинаем уже с утра этот огромный праздник, чтобы подарить всему городу, всей стране, это праздничное настроение наше анапского лета, потому что все-таки Анапа – это дети, Анапа – это праздничное лето для детей. И каждая секунда пребывания в нашем городе для всех деток должна оставаться на всю жизнь в памяти. Они с удовольствием принимают участие в наших мероприятиях и снимают на видео, возят в свои города. Традиционная утренняя программа каждый год меняет свою концепцию. В сезоне 2015 – основной упор на дружбу, любимую страну, семью, все, что важно для ребенка. Неповторимое впечатление праздничного утра создавали искренние улыбки, любимые детские мелодии, мыльные пузыри и летящие в небо воздушные шары. Эстафету перехватил ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница» Краснодарской филармонии имени Пономаренко. На полюбившейся сценической площадке «Ракушка» у летней эстрады кубанским колоритом радовали гостей праздника участники фестиваля народной песни «Казачья раздолье». Среди участников – «Золотые голоса» ансамбля «Соловейка», «Гордость курорта». На площади возле администрации эстрадно-симфонический оркестр никого не оставил равнодушным. Классика джазовой композиции и любимые песни советского времени. «Ни минуты покоя, ни секунды покоя, не могу без тебя, не могу без тебя, что же это такое?» Мы приехали только вчера и сразу попали на праздник. Алена, например, не хочет ехать домой, говорит, давай будем здесь жить. А когда увидали еще такую красоту, такой оркестр, такую погоду, таких людей, такие улыбки, мы не хотим отсюда уезжать. Все желающие могли присоединиться к вальсирующим парам на мастер-классе «Танцуйте вместе с нами». Праздничным утром музыка звучала отовсюду. Калейдоскоп ярких выступлений, мелодичной музыки, радости и любви – так встречает Анапа своих гостей. Яркой страничкой в программе мероприятия «Открытие курортного сезона» стала молодежная акция «Зарядись на лето», которая развернулась на бульваре Гудовича. Здесь царило веселье. Дети и взрослые с удовольствием фотографировались на фоне тематических инсталляций, участвовали в забавных конкурсах и спортивных играх. Работал веревочный городок и скалодром, проводились мастер-классы по рисованию. А те, кто захотел отдохнуть в тени деревьев, располагались в уютных гамаках. Очень клево, что здесь и гамаки есть, и зона отдыха, можно отдохнуть, посидеть. Дети и взрослые с удовольствием. Отличное место, чтобы познакомиться с новыми людьми, погулять, отдохнуть, повеселиться. Из множества тематических площадок выбрать самую интересную было невозможно, ведь организаторы учли вкусы всех возрастов. Особенно ликовали дети, перебегали от одного мероприятия к другому, ведь очень хотелось и в веревочном городке полазить, и фокусы посмотреть, и испытать удачу и глазомер в тире. Там есть прицел и мушка, надо, чтобы они были на одном уровне и стрелять в мишень. Похоже, место для Анапского Арбата теперь определено точно. На этом уютном и тенистом бульваре в этот день открылась аллея уличных музыкантов и свободных художников. Завершились мероприятия фестивалем красок Холли. 12 июня стало днем открытий. На главный летний праздник в Анапе заиграл водными строями новый фонтан. Оригинальный архитектурный объект привлек внимание почетных гостей праздника. Перед главным вечерним торжеством еще одно приятное событие – знакомство с новым фонтаном на набережной у музея Гаргипи. Подарок для многочисленных гостей нашего города. Поручение главы курорта Сергея Сергеева отремонтировать старый, потерявший всю свою притягательность объектов, нашло оригинальное решение. Дизайнеры постарались и нашли современный проект. Открытый фонтан – это стремление к возможности ощутить всю радость общения с чистой хрустальной водой. Мы открываем этот прекрасный фонтан под ваши бурные аплодисменты. Анапчан и гостей курорта пришли посмотреть большой праздник летнего вальса. С высоты это зрелище по-настоящему завораживает. В вихре вальса закружились артисты от мала до велика, разных уровней танцевального мастерства. В пене шелка и кружев, в ритме любимых мелодий. В закате солнца прямо под открытым небом, будто из глубины веков, кружились пары, даря зрителям улыбки и волшебное настроение, возрождая извечную курортную традицию танцевальных вечеров на Приморском бульваре. Сегодня было необыкновенное зрелище, просто эмоции переполняет. Это красота движения, красота танца, было во всем. Получила такое удовлетворение, о котором можно только петь, наверное. Нежные мелодии сменились энергичным выступлением кавер-групп, гитара «Фиеста» и «Делайт» кавер-бенд. Одним из самых ярких событий праздника стало торжественное открытие нового многофункционального яхт-клуба. Современное красивое здание расположено на пляже неподалеку от реки Анапки. Сегодня я увидел, что действительно мы сделали первый шаг. Очень серьезный шаг. И пусть у этого яхт-клуба будет хорошее будущее. Пусть он готовит не только спортсменов, Пусть анапчане, наши гости, ближайшие населенные пункты, дети этих населенных пунктов приходят сюда. Я уверен, что в самое ближайшее время мы создадим спортивную школу, выделим на это средства. И у меня есть уверенность, что нет такого места больше, во всяком случае в Краснодарском крае, на Черноморском побережье, где можно было бы заниматься этим видом спорта. Парусный спорт впервые появился в Анапе в 1979 году. С тех пор он знал как взлеты, так и падения. В 90-е активность яхт-клуба практически сошла на нет. Новая веха в развитии началась в 2013-м, когда родился проект по строительству яхт-клуба. Выделяли мы землю два года назад, потому что были люди, которые способны были сделать, но не было земли. Сложно было. Конечно, и есть и противники сегодня, что на пляже располагается. Но здесь устья реки Анапки, вы видели, да? И здесь можно развивать именно структуру устья. Делать проект, ставить капитальное строение и заглядывать вперед хотя бы на десяток лет. Место идеальное, конечно, для клуба. Новый объект соответствует европейским стандартам. Его база предполагает размещение до 100 яхт одновременно. Работать клуб будет круглогодично. Теперь в городе будут часто проводиться всероссийские и международные соревнования. А также юных анапчан будут привлекать к парусному спорту. Анапский яхт-клуб станет основной базой для подготовки сборной России к Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро. Какой праздник без угощения? На улице Горького широкие скатерти-самобранки развернули участники фестиваля «Кубанское изобилие». Блюда кухни народов Кубани манили ароматами пришедших на праздник гостей. Золотистые караваи, пироги со всевозможными начинками, рыбные деликатесы, ароматный шашлык, великолепные закуски и десерты, спелая клубника – чудеса кубанской кухни представили анапские мастера. Традиционные рецепты – в мастерском исполнении поваров и кондитеров 12 предприятий общественного питания и здравниц города-курорта. Победа – это уже то, что мы здесь, я считаю. Победа – это то, что у нас приходят люди и покупают пироги. Самое главное – участие, как говорится, а победа – это уже потом. Разнообразие блюд прогуливающиеся анапчане и гости курорта оценили по достоинству. Понравилась ярмарка, которая организована на улице Горького. Вот в «Голубой волне» сейчас мы присели, кушаем шашлыки. Очень понравились приготовления. Понравилось все оформление, какие прекрасные пироги там выставлены у них на продажу. Все очень хорошо. Мастерство кулинаров оценивала и конкурсная комиссия. Критериев масса – не только качество продукции и оригинальность подачи, но и технология приготовления блюд, а также сохранение кубанского колорита. Сами участники подошли основательно к проведению этого мероприятия. Широкий ассортимент представленной продукции, собственного производства удивляет и заинтересовывает всех окружающих. Конкурсная комиссия, я полагаю, будет очень сложно сделать выводы по этому фестивалю и определить победителя, поскольку все хозяйствующие субъекты добросовестно выполнили свою функцию. Победителем фестиваля стал индивидуальный предприниматель «Репетян». Второе и третье место поделили гранд-отель «Валентина» ресторан «Фрезия» и СКО «Смена». Всех участников отметили благодарственными письмами главы курорта и памятными подарками. Я хочу пожелать нашим предприятиям, нашей потребительской сфере, чтобы они не подвели ожидания наших отдыхающих. Еще раз хочу пожелать всем, чтобы уехали с прекрасными впечатлениями от обслуживания, от качества, от сервиса. Всем прекрасного настроения, хорошего лета, ярких солнечных дней. С главным летним праздником жителей и гостей курорта поздравил даже древнегреческий бог Посейдон. Яркое шоу устроили спортсмены-вейкбордисты на единственном в России водном стадионе «Скириксен-Юг», расположенном у берегов Анапы. Спортсмены сменили привычные костюмы на актерские и устроили небольшое театрализованное представление. Древнегреческий бог Посейдон появился из подводного царства и поздравил всех гостей мероприятия с открытием курортного сезона в Анапе. Решили посмотреть, детям показать главное, что здесь. Первый раз в Анапе вообще. Были на рыбалке и решили, шли мимо и решили посетить это шоу. Нам понравилось. Ну, посмотрели с удовольствием, отдохнули. Видели костюмированные актеры, которые на стадионе были. Ждем продолжения. Они же прыгают, прыгают. Смотри. Изюминкой мероприятия стало незабываемое шоу на воде. Своё мастерство продемонстрировали Деды Морозы и Снегурочки. На водных лыжах они покоряли морскую гладь. В феерии цвета, света и звука стал вечерний концерт к открытию курортного сезона 2015 «Анапа любит вас». «Анапа» согревает не только солнцем и тёплым морем своих гостей, но и великолепием талантов. Отдыху в Анапе по праву можно присвоить пять звёзд. Такова концепция кульминационного праздничного концерта. Чередой ярких выступлений творческие коллективы показали, как с улыбкой работают горничные официанты и прочий обслуживающий персонал. Зрители заглянули на лучшие кухни курорта и посмотрели, с какой любовью повара готовят для отдыхающих приморские деликатесы. Артисты рассказали об уникальной природе курорта и её обитателях. Завораживающее лазерное шоу напомнило, сколько знаменитых на весь мир здравниц работает на территории Анапы. Даже Остап Бендер признал, что Анапа лучше, чем Рио-де-Жанейро. Поздравить анапчан и гостей курорта с открытием летнего сезона прибыли депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Харитонов, заместитель председателя законодательного собрания края Пётр Курдюк и министр курортов и туризма Краснодарского края Евгений Куделя. Глава курорта отметил, что в этом году Анапа способна принять 5 миллионов туристов и оказать им достойный приём. Наша культура анапская сегодня показала, как надо работать нашему санаторно-курортному курорту и всем, кто занят в отрасли обслуживания наших дорогих гостей. Вы видели счастливые лица наших анапских детей. У этих детей действительно счастливое сегодня. Я хотел бы, чтобы у всех детей нашей страны было такое же счастливое детство. Курортный сезон 2015 года объявляю открытым. Событием вечера стало выступление звёзд российской эстрады Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Ты не обижайся, я скучаю, дорогая моя. Ты же точно знаешь, в этом мире я живу для тебя. Эмоции переполняли зрителей до самых небес. И в разгар вечера разразились в ночном небе праздничным фейерверком. Но праздник не завершился. Молодёжное шоу-программа в ритмах южного лета продолжался далеко за полночь. Мобильная группа по пресечению движения транспорта по пляжам дежурит ежедневно. По пручению главы Анапы налажено межведомственное взаимодействие сотрудников администрации, полиции и Росприроднадзора. Таким образом, наказание за нарушение становится весомее, а профилактические меры – действеннее. Специалисты управления муниципального контроля, сотрудники Рота ДПС и ГИБДД, специалисты Центра развития и Управления по делам молодёжи ежедневно дежурят на пляжных территориях курорта. В селе Витязева межведомственная группа выявила очередное нарушение. На данном месте правонарушения был установлен квадроцикл за управление без водительского удостоверения. На основании этого был вызван эвакуатор, и данный транспортное средство задерживается и помещается на штраф стоян. Водителю грозит штраф в сумме от 5 до 15 тысяч рублей за управление транспортным средством без водительского удостоверения. Нарушителю грозит ещё один штраф – от 3 до 4,5 тысяч рублей. Специалисты Росприроднадзора тоже составили протокол об административном правонарушении за стоянку и движение квадроцикла в водоохранной зоне. День открытия курортного сезона не прошёл без спортивных мероприятий. На стадионе «Спартак» встретились городской футбольный клуб «Анапа» и команда «Краснодар-3». Уже в начале встречи футбольный клуб «Анапа» вышел вперёд. На третьей минуте гол ворота соперников забил Аслан Бароков. После забитого мяча гости перешли в наступление. На 37-й минуте матча краснодарцы сравняли счёт. Но равенство в счёте было недолгим. В конце первого тайма футболист «Анапы» Николай Олейников отправил мяч прямо в створ ворот. На 74-й минуте матча Никита Саркисов увеличил отрыв от соперников до двух мячей. Гости пытались атаковать, но свой шанс не использовали. В конце второго тайма капитан Анапской команды Жолмандин Каратляшев точным ударом установил окончательный счёт 4-1. После девятого тура футбольный клуб «Анапа» занимает лидирующее место в турнирной таблице чемпионата Краснодарского края. Следующий футбольный матч состоится 20 июня. Анапчане сойдутся на поле с командой «Кубань-3». Завершит выпуск прогноз погоды. Партнёр прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. Во вторник, 16 июня в Анапе малооблачно возможен дождь с грозой. Температура воздуха днём плюс 22-24, ночью 18-20 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 22 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, покрашений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова